Скажите, пожалуйста, меня слышно? Да, слышно, видно. Хорошо, коллеги, тогда начинаем. Я слышно. Значит, прежде всего, я думаю, что сначала нужно нам будет сделать некий обзор, чего мы в этом курсе с вами хотим обсудить. Дело в том, что так как мы здесь не ограничены ни учебной программой, ни чем другим, мы можем поменять курс по ходу, если появятся какие-то вещи, которые более интересны, можем, соответственно, их добавить. Второй момент, который здесь есть, мы не успеем, к сожалению, сделать полную практику. Я буду раздавать задачи, буду раздавать картинки, ну, соответственно, каждому придется самому это делать и дальше смотреть просто, если какие-то проблемы возникнут. Ну и третий момент. Первые четыре лекции будут, ну, очень такими простыми, буквально для начинающих. Поэтому, конечно, для тех, кто уже умеет пользоваться программкой Мэджей или Фиджи, они будут немножечко, наверное, скучными. Тем не менее, что в плане этого курса я планирую рассказать? Прежде всего, зачем нам необходимо документировать изображения? Почему мы не можем их просто перерисовывать или описывать словами? Мы должны будем поговорить о получении изображений, хотя курс у нас больше ориентирован на их обработку, но понятно, что первый этап получения – это этап, на котором можно сделать много ошибок, и если картинки изображения, а на самом деле наше изображение – это не что, но как численные данные в данном случае, получены с какой-то ошибкой или со случайным шумом, работать с ним будет гораздо сложнее. Поэтому, к сожалению, необходимое зло – это немножечко поговорить о том, как правильно снимать изображение на, скажем, обычной камере. Мы должны будем поговорить об этике обработки изображений, потому что где-то начиная с 1998 года многие журналы приняли некий кодекс, какие действия с изображением вы имеете право делать, какие действия с изображением необходимо при этом обязательно сообщать в подписи к рисунку, ну и какие действия, скажем так, являются сомнительными, что ли, и их нужно отдельно тогда описывать. Мы должны будем поговорить о методах улучшения контраста изображения, причем контраста как пространственного, методы пространственной деконволюции, которые, ну, как западные наши коллеги любят говорить, что увеличивают разрешение изображения. На самом деле, конечно, увеличивается не разрешение, а контрастность. Мария, у вас не отключен микрофон, включите, пожалуйста. На самом деле увеличивается не разрешение, а контрастность, Но, естественно, больше информации мы можем тогда с изображения своем получить. Плюс к этому есть еще так называемая цветовая деконволюция, когда вы можете вернуть цвета или канал изображения даже в случае некого взаимного проникновения каналов. Представьте, что у вас есть, например, дапе, который проникает в канал, например, флюоресцина достаточно хорошо. И у вас есть необходимость снимать эти два канала, ну, предположим, одновременно. Вы не можете отключать лазер, вы снимаете, например, на конфокальном микроскопе сразу два канала. В итоге в дапе у вас будет только дапе, а во втором канале у вас будет, кроме вашего флюоресцина или олекса 488, очень хорошо виден, соответственно, и дапе. Так вот, есть возможность уже постобработкой устранить этот недостаток, разделить каналы обратно. Но это называется цветовой деконволюцией, о ней мы тоже будем говорить. Кроме этого, конечно, мы рассмотрим рутинные вещи, такие как калибровка изображений. Опять же, здесь калибровка изображений пространственная, потому что мы получаем изображение в виде точек, а нам нужно эту точку сопоставить с какими-то реальными единицами измерения, микрометры, сантиметры, метры, что хотите. Так и калибровка изображения по яркости. Ведь в некоторых случаях яркость может означать какой-то значимый параметр. Количество, например, антигена, хотя тут, конечно, есть о чем говорить, есть некоторые сомнения, как это все считать. Это может быть случай ратиометрических каких-то измерений, например, напряжения на мембране, количество кальция и так далее. И, в принципе, мы можем откалибровать наше изображение, чтобы не только одна точка у нас была равна каким-то метрическим координатам, миллиметр, микрометр, но и яркость этой точки была равна не неким попугаем численным, а уже значимым единицам измерения. Кроме этого, мы должны будем поговорить о подсчете объектов, о их измерениях. И первый этап любого подсчета – это сегментация изображений, то есть попытка объяснить компьютеру, что у вас является на вашем изображении фоном, а что является объектом. Потому что если у вас, кроме вашего изображения, есть некая маска, где у вас уже, скажем, вручную обведено, что является объектом, что является фоном, то все дальнейшие действия по измерению, они очень просты, и любое программобеспечение, даже достаточно простое, может с этим справиться. Самая большая сложность – это именно сегментация, разделение на объект и фон. Мы должны будем поговорить о традиционной морфометрии, это описательные характеристики формы, соответственно, основные характеристики – это периметр, площадь, основная дополнительная ось, ну и производные этих параметров, например, округлость, например, плотность объектов и так далее. Мы должны будем поговорить о работе с набором изображений, так называемым стеком. Причем в стек у нас могут объединяться изображения как по времени, так и по каналам, так и по каким-то другим характеристикам. Соответственно, нам нужно будет рассмотреть, как мы работаем с многоканальными, как мы работаем с цветными изображениями, каким образом с ними можно работу себе упростить. Естественно, что для обработки изображений нам придется с вами достаточно большое количество действий повторять. И иногда нам придется возвращаться к самой начале обработки, чтобы изменить какой-то параметр. К счастью, многие программы, и Мэджей в данном случае не является исключением, предоставляют некий внутренний свой такой макроязык, который просто записывает за вами все действия, которые вы делаете. И тогда можно открыть, скажем, новое изображение и все эти действия еще раз повторить. То есть это повторить за вас программу. При этом вы сможете поменять любой параметр. Таким образом мы с вами поговорим о том, как можно использовать макросы. Я дам несколько наработок таких макросов, которые, например, позволят вам после того, как придумали ваши изображения, обработать ровно таким же способом все изображения, лежащие, скажем, в одной директории. Еще один макрос я вам дам, который позволит, скажем, от сегментированных изображений вырезать ваши объекты и сохранить их в виде отдельных файлов для дальнейшего анализа и так далее. Понятно, что сейчас все больше исследований ведутся с уже трехмерной реконструкцией, с трехмерными объектами, и мы поговорим немножко буквально о визуализации таких трехмерных объектов, о разнице между проекцией и реконструкцией. Мы поговорим о создании сложных трехмерных объектов. В некоторых случаях, к сожалению, компьютер еще не способен сам разделить на объект и фон. Ну, пример таких картинок – это, например, серийные электронно-микроскопические картинки. И здесь, к сожалению, пока самым лучшим способом сегментации является просто ручное обведение объектов на препаратах. И для этого есть расширение у программки Fidget, называется Track M2, я расскажу, как им пользоваться. Кроме этого, если кто-то уже готовил публикации в рецензируемых хороших изданиях, наверняка сталкивались с такой проблемой, когда рецензент просит 2-3 картинки поменять местами, заменить какую-то картинку и так далее. Если это делать в программах, для этого не приспособленных, во-первых, в том самом фотошопе, в индизайне, в чем хотите, то это достаточно затруднительно как по времени, так и по силам, которые нужно приложить. Есть специальные программы для работы с изображением, для подготовки уже изображений к публикации. Они исполнены в виде плагинов. Два плагина наиболее таких знаменитых – это Scientific и его следующая версия, и ZFig. Я о них расскажу. Что они позволяют сделать? Вы можете тогда одним кликом переместить картинки внутри сборки картинок, причем тут же будут изменены и подписи к картинкам, тут же, если вы, например, размер картинки измените, изменится и мерная риска. Ну и, конечно же, таким образом подготовка к публикации изображений, к публикации сильно упростится. Ну и последнее. Мы немножечко затронем с вами системы хранения и обработки изображений, потому что, понятно, когда вы работаете с 10-20 изображениями, вы можете их просто хранить у вас на компьютере в виде отдельных директорий. Если же вы хотите работать с несколькими людьми, с этим же набором картинок, ситуация уже осложняется, потому что каждый человек может на этих картинках быть заинтересован в какой-то своей части. Может менять на них яркость, контрастность. Как вы видите, эти действия могут изменять исходное изображение, тем самым приводить к потере данных. Ну и уже будет сложно. Либо каждому нужно будет иметь копию изображений, работать с ней. Ну тогда вопрос, как их обсуждать. Либо, если это одни и те же изображения, не всем будет с ними удобно работать. И представьте, что у вас изображений, например, станет много, тысячи, и размеры некоторых изображений, сшивок из многих препаратов будут достигать там 40-80 мегапикселей. Понятно, что работать с такими картинками без какой-то специальной информационной системы будет уже весьма затруднительно. Если какие-то темы, которые здесь не покрыты, будут вам интересны, можно будет со мной связаться, я смогу их тоже добавить тогда в наш такой курс семинар. То, что касается самой морфометрии. Рассматривать мы будем только традиционную морфометрию. То есть это анализ длин, ширины, площади, периметра, углов, ну и соотношение этих величин. И, естественно, такая традиционная морфометрия, она не содержит информации о пространственном расположении или изменении формы объекта целиком. То есть это только уже некие описательные характеристики. Тем не менее, достаточно давно, уже лет 10 как, используются еще два подхода. Так называемая геометрическая морфометрия на основе опорных точек. В нее входит прокрустрова геометрическая морфометрия, морфометрия на основе матрицы иклидовых расстояний и так далее. И еще один вариант морфометрии, это так называемая морфометрия контуров. Я в двух словах только скажу, что это такое, и дам ссылки на программу обеспечения, которая, если вас это заинтересует, позволит вам с этим работать. Ну и первый вариант морфометрии, который мы не будем рассматривать в этом курсе, это геометрическая морфометрия на основе опорных точек. Если у вас есть какая-то повторяющаяся структура, на которой хорошо можно выделить некие точки, описывающие ваш объект. Ну вот пример, который классический для такой морфометрии, это, например, крыло насекомых. Понятно, что есть места пересечения отдельных жилок. И, в принципе, для разных видов эти расстояния могут различаться. Таким образом можно выделить эти отдельные точки. После этого можно составить так называемую карту деформации, как различается положение этих опорных точек между, скажем, двумя наборами объектов. И после того, как вы это сделали, вы можете использовать этический подход метода главных компонент, чтобы разделить, например, две популяции, которые у вас есть, на основе расстояния между этими точками и выделить только те наборы точек, которые значимо отличаются, позволяют вам классифицировать, скажем, два вида, которые вы исследуете, которые вы считаете, что различаются. На самом деле это не только в крыльях насекомых может применяться. Это применяется и в археологии, это применяется и в любых других местах, где есть возможность каким-то образом задать вот такие вот опорные точки. Программка, которая позволяет это сделать, называется MorphoJ, она тоже бесплатно доступна, и в принципе ее можно просто скачать и ей пользоваться. Но в этом курсе мы это подробно рассматривать не будем. Второй вариант морфометрии, которая тоже появилась сравнительно уже давно, сильно больше 10 лет, так называемая морфометрия контуров. Когда у вас есть набор контуров, обведенных реальных объектов, и после этого программка выделяет для изменения этих контуров какие-то значимые характеристики. Ну, например, она выделила некий первый компонент, который описывает расширение этого зуба. И вот есть, собственно, изменение этого компонента. Второй компонент, она, например, выделила изменение вот этой вот носовой части и вот этих вот хвостиков у этого зуба. Второй компонент, по которому их можно разделить. Третий – это несимметрия, соответственно, изгибание в эту сторону, в эту сторону или прямое. Четвертый – хвостик. Пятый – то же самое. Длинение, скажем, центральной части. И таким образом теперь вы можете для любого компонента описать просто некие значения. Вот у вас медианная – ноль, и плюс, минус два стандартных отклонения. И вы можете каждый объект описать по этим характеристикам. Ну, и за счет этого их классифицировать. Бесплатные программы, хорошие для такой работы, я, к сожалению, не нашел. Есть платные программки. Более-менее подробно можно хоть с английской Википедии начать, если вас заинтересует такой вариант морфометрии. Ну, опять же, морфометрию контуров мы рассматривать в этом курсе подробно не будем. Что же мы будем рассматривать? Ну, во-первых, нам нужно с вами определиться. Зачем нам нужны системы документации изображений? Ведь, согласитесь, если посмотрим на старые работы, они, особенно изображения из них, прекрасны, схематичны, на них все понятно, все видно. Ну, и, собственно говоря, второй момент. А зачем нам нужны численные измерения? Яркости, времени, размеров, почему нельзя все это сделать описательно? И здесь я хочу в виде демонстрации просто показать несколько, ну, скажем так, интересных моментов, которые можно было бы здесь привести. Дело в том, что, к сожалению, наше зрение, или, к счастью, тут можно сказать и так, и так, не было изначально подвергнуто отбору именно для того, чтобы мы могли с вами хорошо различать размеры, яркости и так далее. В связи с этим наш глаз не является измерительным прибором. И если мы захотим его теперь применять как измерительный прибор, могут возникнуть некоторые сложности. Все знакомы с так называемыми оптическими иллюзиями. Это как раз система, которая позволяет нам хорошо выживать, но, с другой стороны, ну, соответственно, отбор это поддержал, но, с другой стороны, мешает нам давать достоверную оценку, если так можно сказать, измеряемых параметров. Ну, и прежде всего, если про такие иллюзии говорить, давайте начнем с того, что посмотрим на геометрию восприятия изображений. Я думаю, что эти оптические иллюзии всем более-менее знакомы. И эти картинки с презентации, если кто-то не верит, можно сохранить и посмотреть. И на первой картинке вот этот вот оранжевый кружочек в обоих случаях одинаков. Но за счет того, что его окружают объекты разных размеров, то наш мозг, обрабатывая это изображение, дает нам ощущение первого объекта меньшего, чем второй объект. Хотя на самом деле они одинаковые. С точки зрения биологической значимости, тут все понятно. Ну, опять же, при измерении таких объектов на глаз мы допустим ошибку. Вторая оптическая иллюзия, тоже хорошо известная, это оценка параллельности линий. В случае, если мы видим вот такое изображение, линии, которые здесь проведены, нам кажутся непараллельными. И это, опять же, отражает, в общем-то, обработку изображения нашим мозгом. С другой стороны, если вы потом возьмете просто линейку, приложите, вы видите, что каждая из этих линий абсолютно параллельна, и здесь нет никаких искажений. Следующая иллюзия тоже хорошо знакомая. Так как мы хорошо знакомы с вами, наш мозг, вернее, хорошо знаком с понятием перспективы, то вот эти две желтенькие линии, он воспримет как линии разного размера. При этом, например, если у нас в этом эксперименте будет участвовать человек, у которого зрение восстановилось, например, уже в зрелом возрасте, у которого нет понятия перспективы нормального, для него эти две линии будут казаться одинакового размера. Таким образом, я думаю, что я смог убедить, что как минимум геометрические измерения на глаз проводить, ну, как минимум затруднительно, на самом деле сложно. Яркость. Казалось бы, ну, яркости мы должны очень хорошо с вами иметь возможность оценивать. С другой стороны, иллюзия, которая вам показывает, что у нас мозг заранее обрабатывает изображение с учетом теней от объектов. Смотрите, вот эта вот линия проведена через изображение, и вы видите, что как для этого квадратика А, так и для этого квадратика Б яркость на самом деле одинаковая. Линия свою яркость не меняла. Но обработка изображения нашим мозгом делает нам возможность различить вот эти два квадратика А и Б как квадратики разного цвета. Почему? Опять же, у нас есть некое понятие о том, что такое тень, и что в тени яркость должна быть меньше. Следующее представление. Так как наше зрение обрабатывает изображение именно по контурам, то есть на самом деле для обработки изображения глаз оставляет нам только контуры и цвет по каждую сторону от этого контура, то возникает вопрос, если некоторое время посмотреть на эту картинку, белые ли здесь или черные точки. После того, как я их обвел, согласитесь, они для вас абсолютно точно кажутся белыми, потому что я убрал вокруг вот этой картинки неопределенности. В тех же местах, где они не обведены, у вас будет иллюзия, что они меняются то черное, то белое. Верхняя картинка, к сожалению, здесь цвета, наверное, у меня не очень удачно подобраны, но изображения вот этого цвета, красного цвета на темном и на белом фоне тоже различаются. Они кажутся немножечко разными. Таким образом, и цвета мы с вами тоже воспринимать, в общем-то, и яркости нормально не можем. Конечно, этим эффектом очень любят пользоваться художники. Ну и такой хороший пример, который я могу привести, Клод Мане, картина, которая, может быть, даже кому-то известна. Обратите внимание на солнце на этой картине. Наверняка оно кажется вам гораздо ярче фона. Но на самом деле, если мы преобразуем эту картинку в черно-белую, как вы видите, солнце имеет абсолютно такую же яркость, как и окружающая его часть неба. Но, с другой стороны, если вернуться на предыдущий слайд, посмотрите, нам это солнце кажется выступающим как бы из изображения, выпрыгивающим, что ли. Опять же, наше зрение эволюционировало для оценки эпилогической значимости, и оно сразу же делит всю информацию на, условно говоря, два потока. Что и где. Поток где, он является наиболее эволюционно консервативным, и он не использует информацию о цвете. То есть, система где, видит у нас вот такое изображение, черно-белое, не видит здесь этого солнца. А система что, эволюционно более поздно возникшая, она уже позволяет классифицировать объекты. И для нее видно вот это вот прекрасное яркое солнышко, потому что она использует информацию о цвете в том числе. И за счет несовпадения информации от этих двух систем распознавания в нашем мозге, нам это солнце кажется таким вот чужеродным, иноземным, что ли, на этой картине. Отсюда становится понятно, что и яркости, особенно если мы еще сюда цвет добавим, мы воспринимать с вами количественно для оценки, конечно же, не можем. Ну, следующая картинка тоже известная иллюзия движения. Здесь нет никакого движения, картинка не анимированная. С другой стороны, обратите внимание на то, как она нам кажется двигающейся или изменяющей свои, если хотите, размеры, может быть, даже. Ну, и еще одна иллюзия, которая в данном случае может быть интересна. Я сейчас попробую ее, к сожалению, с другой программки нам показать. Здесь у меня не получилось сделать видео. Посмотрите на центральную часть, на вот это пересечение. Если вы будете долго на него смотреть, то произойдет адаптация глаза и вместо красных точек на экране у вас будет такое впечатление, что бегает такого салатного цвета точка одна по изображению. Почему наш глаз и, собственно говоря, вся обработка изображения, которая идет в дальнейшем, автоматически вычитает погрешности фона? Почему это нужно? Ну, наверняка все знают про строение сетчатки, про то, что она снабжается сосудами. И вот то самое называемое искра из глаз – это не что иное, как некоторое смещение сетчаток, когда вы видите рисунок сосудов. Мозг автоматически вычитает информацию о проходящей по сетчатке сосудов, позволяя вам видеть, условно говоря, ровный фон, несмотря на имеющиеся погрешности затенения изображения. Ну, а на этом изображении мозг считает вот эти точки фоном, и как раз исчезновение одной из точек воспринимается как сигнал. Таким образом, я думаю, я смог вас убедить как минимум в том, что то, что касается цвета, то, что касается геометрии, то, что касается движения, ну, в общем-то, оценен нашим мозгом напрямую быть не может. Цвет. Здесь вообще все очень сложно. Понятие цвета субъективно, и, конечно же, наш глаз не является спектрофотометром. То есть, если мы видим какой-то цвет в качестве, скажем, зеленого, это не значит, что это монохроматический свет с длиной волны, там, скажем, 512 нанометров. Это всего лишь будет означать то, что мы воспринимаем этот цвет как зеленый, что таким образом у нас возбуждаются имеющиеся в нашем глазе различные колбочки в той же самой пропорции, как если бы мы освещали действительно монохроматическим зеленым светом. Ну, и ощущение цвета очень сильно зависит от окружения. Посмотрите на этом изображении, на вот эти две линии. Вот эта вот, которая кажется салатовой, и вот эта, которая кажется синей. На самом деле, если я приближу это изображение, вы увидите, что и этот цвет, и этот цвет – это одно и то же. Но за счет окружения различного, и за счет, опять же, восприятия цветов именно в виде оппонентной модели нашим глазом, эти два цвета кажутся различающимися. Таким образом, понятно, что цвета на глаз, ну, скажем так, практически невозможно оценивать. Кроме этого, то, как мы видим, очень сильно зависит от предыдущего опыта. У нас есть, например, система, опять же, биологически имеющая свое понятное значение – распознавание лиц. И нам везде будут казаться лица, даже там, где их нет, при наличии буквально нескольких компонентов. То есть, любая, например, буква в виде «Т» нам будет уже задействовать эту систему, и будет казаться, что это некое лицо, которое будет использоваться для описания. Поэтому мы можем увидеть лица на вот таких картинах Джузеппа Арчимбольда. Мы можем увидеть лица или вазу, зависит от того, что мы смотрим, на вот эту вот известную всем, опять же, оптическую иллюзию. И, естественно, такие названия в, скажем, анатомических терминах, ну, все встречали многократно. Турецкое федло, хиазм, ну, собственно говоря, тут можно много чего перечислять, гиппокамп и так далее. Описание того, что мы видим в известных нам уже моделях. Всегда ли это в хорошую сторону, всегда ли это позволяет нам сделать описание непредвзятое, тут, опять же, возникает некоторый вопрос. Таким образом, я соглашусь с автором вот этого сайта, Михаилом Бахом. У него очень много оптических иллюзий интересных. Если хотите, рекомендую зайти посмотреть. В его описании к этому сайту есть такая интересная фраза, что единственное, что способен наш человеческий глаз определить количественно, это цифры, написанные на бумаге. Ну, тут тоже можно через запятую сказать, при известной контрастности и так далее. Таким образом, наш глаз, конечно, не является измерительным инструментом, к сожалению. Отсюда понятно, что нам нужно охарактеризовать систему документации изображений, которая позволит нам эти особенности нашего зрения нивелировать. Ну, и нам нужно будет поговорить о способах получения изображения, о цифровом представлении изображения, форматах файлов, которые мы можем сохранять, немножечко поговорить о цветных изображениях, как они сохраняются, сохраняется ли вся информация, поговорить о соотношении сигнал-шум, который позволяет нам на самом деле на изображении хоть что-то увидеть. И, опять же, с сайта Михаила Баха мне очень нравится вот эта визуальная формула, которая описывает изображение, которое мы получаем с прибора, которое мы можем получить после обработки. Если изображение, которое вы получили с прибора, плохое, после обработки, ну, скажем так, значимо, улучшить вы его не сможете. И если вам нужно получить другое изображение, нужно все-таки вернуться к именно хорошему получению изображений. Каким образом мы можем более-менее достоверно изображение, получаем с нашим микроскопом, перерисовать? Ну, самые простые варианты, такая небольшая историческая перспектива, это если мы, например, в наш окуляр положим счетную сеточку. Вот так она выглядит. Значит, понятно, что если мы посмотрим на схему микроскопа, то эта счетная сеточка окажется в так называемой полевой плоскости, в той же самой плоскости, в которой находится наш препарат, в которой находится полевая диафрагма, что позволит нам увидеть это изображение софокусно, то есть совместно с изображением нашего препарата. Предположим, что изображение препарата – это вот такая красивая нервная клеточка, и эти два изображения будут нам видны как одно изображение, полностью резкое. И, естественно, теперь мы можем уже на бумагу перерисовать нашу клетку просто по вот этим вот отдельным разбитым кусочкам. И в данном случае, ну, в детстве все, наверное, рисовали по клеткам, а значительного геометрического искажения уже не будет. Мы можем восстановить наше изображение достаточно хорошо. Понятно, что это трудоемко, понятно, что сейчас мы можем уже другим способом действовать. И следующее, опять же, из исторического обзора, метод получения изображения – это так называемая камера Люсида. Это, конечно, мне, наверное, скажут, что это что-то очень устаревшее из XIX-XX веков. Но на самом деле, вот, пожалуйста, установка к микроскопу Nikon современная, которая сейчас продается, можно ее купить, которая позволяет вам софокусно увидеть ваш препарат – полевая плоскость – и лист бумаги, который тоже окажется в полевой плоскости. Микроскоп формирует нам изображение, которое кажется нам, как изображение, находящееся где-то на 22-25 сантиметрах. Если мы теперь поместим за окуляром, или в некоторых случаях, на самом деле, под окуляром с определенной оптической системой, полупрозрачное зеркальце, и сделаем так, чтобы это расстояние до нашей бумаги было те самые 22-25 сантиметров. Таким образом, мы будем с вами видеть и наш препарат, и нашу бумагу, софокусно. И мы теперь можем на нашем листе бумаги обрисовать наш препарат, ну, как, опять же, в детстве все наверняка просто перерисовывали, приложив бумагу, например, к окну. Здесь геометрические искажения мы можем с вами полностью нивелировать, потому что обвести контур наше зрение позволяет достоверно. Дальше можно это все уже измерять. И почему на самом деле сейчас камеры Люсида еще не, ну, скажем так, не перестали выпускать? Дело в том, что некоторые препараты после съемки не очень хорошо можно потом увидеть, потому что, когда мы смотрим глазом, мы обычно работаем микровинтом. Мы обычно перемещаемся по нашему препарату вверх-вниз, мы составляем о нем какое-то внутреннее представление, и рисунок, который получается при помощи камеры Люсида, это не просто обрисовка изображения, а это обрисовка нескольких плоскостей, на самом деле, изображения сложенных, плюс обработанных уже немножко предвзято, естественно, нашим мозгом. И, естественно, такие изображения, они чуть более схематичны, они чуть лучше отражают то, что мы хотим показать. Ну, вопрос, конечно, достоверность, тут можно обсуждать отдельно. Ну, и, естественно, сейчас в основном получаются изображения на цифровые камеры, раньше это были фотокамеры, теперь уже, конечно, никто фотопластинками не пользуется, и получить такое изображение с микроскопом мы можем в двух случаях, причем в первом случае вообще крайне легко. Это поместить просто матрицу нашей камеры, без линз, без всего, сразу же за объективом. Так как объектив формирует реальное, перевернутое, увеличенное изображение, это тоже полевая плоскость, то на матрице нашей камеры будет сформировано изображение нашего препарата, увеличено в то количество раз, которое написано на объективе. Например, если 10 крат, то вот это 10 крат, это, собственно говоря, и будет увеличение, которое здесь было. Так как матрицы все маленькие, ну, матрицы в телефонах могут вообще быть в районе, там, скажем, 5 на 5 миллиметров, то увеличение в 10 раз на такую матрицу, и потом увеличение картинки с этой матрицы на экран, скажем, 23 дюйма, понятно, даст вам увеличение в 250-300 раз, например. Что, в общем-то, уже вполне себе даже и неплохо. Однако здесь есть проблема. Это расстояние тогда должно быть жестко зафиксировано. И мы не сможем подбирать увеличение для того, чтобы снять наше изображение без, ну, скажем так, потери разрешения. Поэтому, конечно, сейчас чаще всего используется так называемая телесистема. Это некоторое количество линз, которые, в общем-то, похожи немножечко на окуляр с одним различием. Если окуляр у нас формирует расходящийся пучок лучей, то эти две линзы будут формировать сходящийся пучок лучей, который на нашем изображении, опять же, создаст, на нашей матрице создаст изображение нашего препарата. При этом вот эти линзы можно подобрать под имеющуюся камеру. Они могут быть, скажем, наоборот, меньшего увеличения или большего увеличения. Почему нам эти увеличения могут быть нужны? Мы с вами разберемся чуть дальше, когда будем говорить о разрешении оптическом и разрешении камеры. Но, тем не менее, возможность изменения этого соотношения, она очень удобна. Кроме того, например, на кафедре цитологии есть такая линза, которая позволяет менять увеличение, получающееся на вашей камере. И тогда вы можете использовать вашу камеру со всеми объективами в совершенно идеальных условиях, с соблюдением разрешения. Какие проблемы у нас возникают? На самом деле, они возникают и сохраняются при исследовании препаратов с использованием цифровых камер. Все аберрации, которые у нас до этого были в нашем микроскопе, никуда не деваются, они также остаются. Ну и первая аберрация нулевого порядка, или как ее еще принято называть, дисторсия, это дисторсия бочка и подушка. Почему они нам важны, почему мы их должны с вами упомянуть? Если мы с вами измеряем размеры каких-то клеток по всему полю зрения. И если у нас нет этой дисторсии, то клетки, располагающиеся и на периферии нашего поля зрения, и в центре нашего поля зрения, имеют одинаковое увеличение. Таким образом, мы эти клетки имеем право сравнивать. Если же у нас есть аберрации вроде бочки или подушки, то получается, что, например, для бочки у нас увеличение в центре поля зрения больше, на краю меньше. Несмотря на то, что это одна и та же клетка, если мы теперь будем мерить, хотите, площади, хотите, пускай у нас будет периметр, то мы получим два размерных класса. Для клеток, которые находились в центре, которые находились на периферии. Если же мы меряем эти же две клетки без дисторсии, мы получаем только один размерный класс. И если у нас есть дисторсия, которая называется подушка, когда у нас в центре меньше увеличения, на краю больше увеличения, мы опять с вами получаем ту же самую ситуацию, когда мы теперь не сможем по размерам наши клетки нормально измерять. Потому что у нас меняется их увеличение достаточно значимо. Как с этим можно бороться? Ну, первый, самый простой способ, как с этим можно бороться, если вы ничего с этим поделать не можете, брать неполный кадр. Брать только, скажем, центральную часть. И тогда, конечно, все-таки у вас еще будет выражена эта дисторсия, но гораздо меньше, потому что чем дальше к краю, тем она выражена сильнее. Второй вариант – это брать объективы, у которых в названии есть пометка план. Конечно, план о хроматах, хроматах и все остальное устраняют другую дисторсию, так называемую кривизну поля. Но кривизна поля и ее устранение чаще всего приводят к устранению и бочки с подушкой. Это никто, конечно, не гарантирует, поэтому нужно проверять такой объектив при помощи микролинейки. Я расскажу, как это делать. Но, как минимум, использование объективов с надписью план, если не гарантирует, то, как минимум, предполагает о том, что, скорее всего, эти дисторсии минимизированы. Еще одна аберрация, которая нам может очень сильно помешать морфометрии, особенно в случае, когда мы будем говорить о колокализации, то есть о наличии двух меток в одном месте. Это так называемая хроматическая аберрация. Ну, хроматическую аберрацию, наверное, все себе представляют, так как у нас преломление в реальных веществах зависит еще от длины волны, кроме всего прочего, то есть эксцент преломления для длины волны различно различается, это так называемое число А, Б, то волны, прошедшие или лучи, прошедшие через нашу линзу, в зависимости от длины волны, будут иметь и разный фокус. Ну, к примеру, возьмем, нарисуем какую-то, давайте, линзу, пускай у нас будет зеленый цвет, мы ее нарисуем. У нас есть некий объект, от которого идут лучи, ну и, скажем, для зеленого света фокус будет здесь. Красный свет, например, преломляться будет, опять же, в другой точке, то есть, несмотря на то, что у нас от этого же объекта лучи красные разошлись так же, у нас, соответственно, для красного света фокус будет чуть-чуть дальше, например. Ну, и если возьмем синий цвет, здесь точно так же идет, а, соответственно, здесь лучи будут пересекаться ближе. То есть, получается, что у нас для каждого цвета как бы свой фокус. Понятно, что это будет влиять на качество картинки однозначно, но, кроме этого, если оптически эта неприятность пытаются исправить, возможно, получение другой неприятности. К примеру, конфокальный микроскоп снят на микроскопе изображение одного точного источника света. То есть, это микросфера, это вот такая просто кругленькая гранулка из специального пластика, которая заполнена флюоресентными красителями. То есть, два красителя в этой грануле находятся вместе. И, снимая два канала, в случае наличия хроматической аберрации, можно получить вот такую интересную картинку. Когда у нас окажется, что цвет одного канала и цвет другого канала полностью не пересекаются. То есть, вот у нас одного канала цвет, вот у нас цвет другого канала. Если бы мы теперь смотрели колокализацию, получилось бы, что у нас эти два сигнала абсолютно точно не колокализованы. Хотя мы точно знаем, что мы поместили в плоскость нашего микроскопа микросферу, которая окрашена сразу двумя флуорохромами. По идее, они должны быть вместе. Это то, что касается пока что x, y. То есть, это смещение может быть не только по глубине, но и по плоскости препарата. И вторая проблема, которая здесь может возникнуть, раз мы говорим о канфокальном микроскопе, она будет выражена еще сильнее. Это то, что у нас теперь изображение этой одной точки может быть еще разнесено и по z, по глубине. Вот у нас, скажем, было раз, два, три, четыре среза. И мы увидели, что у нас для первого канала сигнал оказался в этих срезах, для второго канала в этих. Опять же, как мы так теперь можем говорить о колокализации? Ну, собственно говоря, есть некий вопрос. Таким образом, аберрация хроматическая, к сожалению, может иметь последствия не только для качества изображения, но и для морфометрии. Мы не сможем при ее серьезном наличии с вами работать с колокализацией, с определением, насколько у нас перекрываются или не перекрываются по саморасположению две метки. Опять же, как можно этого избежать и как это можно проверить? Ну, первое, мы можем купить вот такие шарики, так называемые терраспеки, например, если говорим о инвитриджене, либо можем их на самом деле сделать и сами, и снять их в микроскопе. Если мы видим, что между ними нет деколокализации, то все в порядке между каналами этих шариков. Если же есть, мы можем либо взять другой объектив, что не всегда возможно, либо второй выход, который гораздо проще, это просто сдвинуть, например, канал, который у нас был для желтого сигнала, для этого, вниз на некоторое количество микрометров. Так, чтобы эти два канала у нас совпали. То же самое, что касается x, y, мы можем составить некую карту нашего поля зрения, деформации, и сместить эти точки по этой карте на такое количество микрометров, чтобы у нас опять все идеально совпало. Это можно сделать в программе FIDGE. Ну, естественно, если вы будете заниматься колокализацией, тогда получаешь, что покупка таких многоцветных шариков для вас является обязательной. Теперь нам будет поговорить о представлении данных. Мы все привыкли с вами говорить о том, что мы видим некий пиксель, точку изображения, да, и, в общем-то, чаще всего мыслим именно в этих точках изображения. Однако, все далеко не так просто. Дело в том, что в случае, если мы говорим о изображении, получаемой, формируемой оптической системой, то у нас яркость распределяется не квадратами, а так называемой функцией распределения точки. То есть, если мы возьмем с вами график, построим, здесь у нас будет интенсивность, здесь, скажем, X или Y, то мы с вами увидим, что у нас действительно есть некое центральное пятно, так называемый диск и РИ, 84 примерно процента яркости будет относиться к нему, ну и дальше у нас будет вторичный минимум-максимум. Но, как минимум, этот диск и РИ имеет линейный размер, это кружочек. Ну, и теперь понятно, что как нам этот кружочек разместить на вот этих наших точках камеры. Ведь камеры точки в любом случае у нас будут квадратные, либо в плохом случае прямоугольные. Да, у Филлипса есть камера, у которой шестигранные точки, не будем об этом говорить, и у Сони есть свои наработки, но в идеале, как бы, чаще всего, все-таки у камеры будут точки квадратные. Ну, и как минимум, точки изображения, которые мы будем получать на компьютере, да, графические карты на компьютере, все-таки предназначены для работы именно с такими квадратными точками. То, исходя из этого, получается, что точка – это всего лишь, ну, скажем так, метод, место замера яркости. Предположим, что у нас вот эти точки, вот они, где мы замеряем яркость, а какой-то участочек, который мы меряем, оказался не точно в центре этой точки, а как-то вот так. Так, понятно, что максимум будет здесь, дальше будет здесь все меньше и меньше, и мы сразу же в двух точках нашего изображения будем мерить одну, так называемую, оптическую точку. То есть разрешение микроскопа позволило нам сделать только вот такую точку изображения. Это минимальная дифракционно-ограниченная точка, если у нас объект будет меньше, размер этой точки все равно будет такой. Предположим, что это 200 нанометров, очень хороший у нас микроскоп, ну, и увеличение, скажем, 100 крат, то есть это получается 20 микрон на самой камере. Ну, 20 микрон для камеры – это вполне много, точки бывают по 4, скажем, микрона, то есть здесь проблем нет. Но, а что если мы теперь сдвинем нашу камеру в одну или в другую сторону, или эта точка сдвинется? Она может теперь оказаться точно по центру, и мы тогда будем мерить для этой точки максимальную ее яркость, именно в центральной части, вот здесь вот. И если у нас, скажем, образец периодический, предположим, что в нашем образце есть вот такая, например, проблема. Сейчас я пытаюсь ее изобразить, что у нас есть точки, предположим, что еще разрешение камеры у нас не очень хорошо подходит под разрешение объектива, вот они так расположены, то получается, что при попытке замерить эти изображения камерой мы получим и здесь почти ноль, в этих точках, и в этих точках почти ноль. Ну, а что если мы теперь нашу камеру просто чуть-чуть сдвинем, или изображение сдвинем? У нас получится следующая ситуация. Если у нас они теперь оказываются в максимуме, мы их прекрасно с вами все видим. То есть нам нужно каким-то образом сопоставить разрешение нашей оптической системы, скажем, микроскопа, и разрешение или размер точек нашей камеры. При этом получается, что вот этот пиксер, это на самом деле не элемент картинки, а это всего лишь зона, с которой мы собираем информацию о яркости, полученную оптическим микроскопом. Какие характеристики у нас изображения еще будут? Ну, понятно, что размер матрицы, те самые мегапиксели, о которых все любят говорить, количество столбцов и строк. Разрядность. Разрядность будет означать, какое количество яркости каждая точка камеры может увидеть. Ну, например, если у нас камера 8 бит, то каждая точка сможет увидеть яркости от единицы до 255. Ну, на самом деле, от нуля до 255, если говорить в этих числах более точно. То есть, чаще всего 0 – это отсутствие сигнала, 255 – это самый яркий сигнал в данном случае. Сигналей этого достаточно. Ну, на самом деле, наш человеческий глаз способен для одного цвета воспринять по разным статьям, заинтересно того, японцы или европейцы об этом будут говорить, от 60 где-то до 120 оттенков яркости. Если у нас будет просто черно-белая картинка, то мы можем различить на ней где-то в идеале 120 отдельных по яркости оттенков. С другой стороны, опять же, при обработке изображения нам может потребоваться гораздо большая разрядность. Предположим, у нас есть очень мало светящийся объект и фон. И мы хотим из этого фона этот объект вычленить. То понятно, конечно, что в таких случаях, если яркость самого объекта где-то около единицы 2 в этих условных пугаях яркости, то нам это будет сделать очень сложно. Если же мы возьмем теперь вместо 8-бит, например, 10-битную камеру, ситуация уже улучшится, 10-24 яркость у нас получится, то есть у нас тогда это будет где-то от 4 до 8 единиц. Если возьмем 12-битную камеру, будет еще лучше. 4.096 у нас будет, и это уже будет от 16 до 32. То есть, в принципе, увеличение битности, то есть разрешение по яркости нашей камеры, может быть удобной для дальнейшей обработки изображения. Что еще для нас может быть важно? Для нас может быть важно в представлении данных соотношение с реальными единицами измерения. Пока у нас есть некая точка, пиксель, элемент картинки, мы не знаем ее размерности, чему она у нас равна по x, по y. Плюс, если мы говорим о некой яркости, мы не знаем, что это яркость. Это количество антигена, это количество фермента, это напряжение на мембране или еще что-то. И вот эти все данные нам бы хорошо как-то сохранить совместно с нашим изображением. Данные, которые не относятся непосредственно к изображению, но описывают его, называются таким страшным словом метаданные. На самом деле, вы с ними встречались все, например, когда вы фотографируете на сотовый телефон, очень часто к вашему изображению добавляются GPS-координаты места, где было снято это изображение. Его параметры камеры, для которой вы снимали, это так называемый EXIF-заголовок, если мы говорим о формате JPEG. Конечно, EXIF не подходит для микроскопических изображений, потому что там нет описания увеличения, описания размеров одной точки и так далее, то, что нам было бы интересно. Но, тем не менее, есть форматы данных, позволяющие сохранять вместе с нашим изображением и вот эту дополнительную информацию. Что бы нам еще хотелось? Нам бы еще хотелось вместе с нашим изображением либо убрать все искажения, геометрические, яркостные и так далее, либо иметь их описание, что могли это сделать позже. Ну и последнее. У нас в форматах данных, которые мы будем использовать, кроме одной картинки, может быть набор картинок. Например, мы снимаем один и тот же объект по времени. И тогда нужно снять то, что называется стэком изображений, то есть серии из нескольких картинок, которые объединены по каким-то параметрам. Например, то, что это один и тот же объект, один и тот же микроскоп, одно и то же увеличение, но различаются по какому-то другому параметрам. Например, по времени или по нескольким каналам, или по нескольким каналам и времени и так далее. И здесь у нас получается вот то, что сейчас любят называть 3D, 4D, 5D. Сейчас последнее, что было 7D, так называемая микроскопия. То есть просто увеличение параметров, которые одновременно снимаются. Представьте, что у вас есть, например, ваш объект, у вас есть отдельно возбуждение, вы меняете его, отдельное испускание вы меняете, да плюс еще снимаете по времени. Ну, вот у вас уже появилась многомерная такая микроскопия, и вам нужно уже собирать несколько пачек изображений, вот этих стэков вместе. Значит, что я хочу, чтобы с этого слайда было понятно? Что этот пиксель-квадратик, который мы будем в дальнейшем обрабатывать на изображении, это не квадратик изображения. Это наше представление об исходном объекте с учетом функции рассеяния точки, которая, как вы видели, для оптического микроскопа совершенно не квадратная. С учетом того, что мы должны правильно выбрать разрешение нашей камеры, чтобы не потерять этого оптического разрешения. Ну, и с учетом всех ограничений камер, с которыми мы работали. Пример. Представим, что мы снимаем вот такую картинку и получили вот такие данные, что у нас есть только по 255 в пересечении, но вокруг здесь везде нули. Понятно, что такое изображение нельзя назвать достоверным. Почему? Мы с вами поместили информацию от каждой точки ровно в одну точку нашей картинки. И если говорить простым языком, мы потеряли разрешение. Мы не можем сказать, сколько там этих точек, как они размещены. То есть в идеале нам нужно было бы снять таким образом, чтобы эта точка, скажем, на четыре хотя бы точки изображения поместилась. Второй момент, который здесь опять же есть. Предположим, что это все хорошо, это у нас отдельные объекты. А что если мы теперь нашу камеру изображения чуть-чуть сдвинем? Возможно, другие варианты. Давайте посмотрим. Можем вот так сдвинуть, опять попасть. Так что у нас каждая точка – это максимальная яркость. Что, в принципе, конечно, было бы прекрасно. Но это два, скажем так, крайних случая. А теперь представим, что мы видим вот такие картинки. Первая вот здесь. Как вы думаете, здесь один объект при таком неправильном, при неправильных параметрах съемки или несколько объектов? При вот таких значениях яркости. Вокруг везде, дальше, естественно, нули. Смотрите, на один объект дифракционно ограничено не очень похоже. А вот если бы у нас было бы два объекта, вот один, вот второй, и, естественно, у них есть функция распиления точек, которые перекрываются, то, в принципе, и здесь, возможно, еще третий, чтобы получилось 255. Такую картинку могли бы получить. С другой стороны, вот значение отдельных точек изображения, которые мы получили. Соответствует ли это исходному изображению или нет? Ну, в общем-то, вопрос достаточно спорный. Следующий случай, опять же, неправильной съемки. Предположим, что у нас один объект, здесь полностью оптическая точка его попала на одну точку камеры, 255, все прекрасно. А этот случай? Посмотрите, возможно, что у нас на самом деле объект попал просто сразу же на пересечение двух точек. И их яркость тогда разделилась. Вполне возможная ситуация. Здесь объект мог попасть на пересечение четырех точек. И посмотрите, мы с вами увидели, что один и тот же объект, предположим, вот эта функция рассеяния точки, которая меньше одной точки нашей камеры, может быть представлена совершенно разными способами. Так у нас эта точка попала, 255, так две точки по 127, так четыре точки по 64. Согласитесь, что это значительно осложняет анализ изображения в дальнейшем. Другой вариант. Две точки, которые вот так расположились у нас, 64, 64. Разрешения между ними у нас никакого нет. У нас это все смотрится как одна большая точка. Или вот так. У нас точки расположились, и функции определения перекрываются. Ну, продолжать примеры можно до бесконечности. Отсюда становится понятно, опять же, что одна точка картинки – это не точка изображения. Это, собственно говоря, наше представление функции рассеяния оптической точки, как мы ее смогли снять. Правильно ли параметры мы с вами подобрали. Ну, и еще одно подтверждение, что пиксель картинки – это не точка изображения, это масштабирование картинок. Представим, что у нас есть вот такое вот изображение, электронно-микроскопическое, пускай будет медленной оболочки. Что будет, если мы с вами просто уменьшим это изображение в два раза? Картинка, которую мы получили, выглядит немножечко странно. Видите, здесь появились вот такие вот муар-полосы. Почему? Потому что для уменьшения мы поступили не очень грамотно. Мы просто взяли каждую вторую точку изображения. У нас было исходное изображение, и мы взяли только вот эту точку. Вот эту точку, вот эту точку, вот эту точку. А структура у нас здесь периодическая. И теперь представьте, что мы взяли здесь точки так. Здесь они у нас, опять же, не сдвинутые, но у нас сдвинулась самая вся структура. И мы получили вот этот вот муар. Отображает ли он на самом деле наш биологический объект в полном смысле? Нет. Мы получили артефакт. С другой стороны, если бы мы вначале с вами наше изображение немножечко размыли, применили бы фильтр, например, размытия на две точки, а потом бы уменьшили с вами размер изображения, мы получили бы вот эту картинку. Согласитесь, она гораздо лучше отражает исходное изображение. Ну и, собственно говоря, еще раз позволяет подтвердить, что вот эта одна точка изображения, вот этот один пресловутый пиксель, это не пиксель изображения исходного. Это наше представление о нем. Чуть-чуть более подробно тогда о том, как правильно настраивать съемку на камере нашего микроскопа. Функция вприняния точки примерно можно представить себе в объеме вот таким вот образом. У нас есть Y, у нас есть X, у нас есть некая интенсивность. И вот наш это диск ERI, где эти 84% интенсивности есть. Но есть еще вторичные минимумы, максимумы, которые тоже здесь видны. Если мы посмотрим на такую точку в микроскоп, это реальное изображение, нерассчитанное, единственное, контрастность сильно увеличена. Мы видим вот такую картинку. И у нас возникает вопрос, если у нас две точки находятся рядом, на расстоянии, которые микроскоп, в принципе, теоретически еще способен разрешить, какое количество теперь точек камеры нам нужно взять, чтобы эти две точки хорошо увидеть. Достаточно ли нам будет вот такой картинки? Или нам нужно будет с вами взять некое большее количество точек, чтобы все-таки не потерять разрешение? Или нам нужно будет взять еще большее количество точек, значительно большее, например? Но что мы при этом тогда получим? Предположим, что мы теперь возьмем тут совсем много-много-много-много-много-много точек. Варианты, которые мы с вами можем, в принципе, использовать. В первом случае, когда мы взяли по одной точке камеры на каждую точку нашего изображения, смотрите, что мы с вами получили. Если мы сделаем такую картинку, когда у нас будет действительно ровно по одной точке, проблема, которую мы с вами получим, видна здесь. Вот у нас функция распределения первой точки, вот у нас функция распределения второй точки. Напомню, что микроскоп у нас любую точку изображения превратит вот в такую функцию рассеивания точки, и, соответственно, выглядеть она будет вот примерно так. То их сумма будет выглядеть следующим образом. Сможем ли мы теперь различить вот эти две точки между собой? Или для нас это будет выглядеть точно так же, как одна протяженная точка? Понятно разрешение. Мы в данном случае, если мы теперь просуммируем, что это значение потеряли. На самом деле здесь даже небольшой пик должны были бы нарисовать. То есть, должно было бы как-то вот так идти. Это то, что мы с вами бы получили. С другой стороны, давайте мы с вами возьмем как минимум в два раза большее количество точек, причем их немножечко еще сдвинем. Они у нас будут чуть-чуть сдвинуты. Не так, как на этой картинке, а вот с таким вот сдвигом. Тогда, если мы теперь обрисуем максимум, который мы получим, у нас здесь действительно есть некий провал. Не такой, как на этой картинке, но все-таки есть. И, в принципе, это минимальное расстояние, на котором мы можем эти две точки теперь как отдельное зарегистрировать. Теоретически это называется критерием Найквиста или теоремой Котельникова. На самом деле там еще и третий автор был, который тоже в то же самое время это показал. Но оба этих параметра говорят о том, что чтобы нам не потерять разрешение, количество точек, которыми мы описываем наше изображение, должно быть в два раза больше, чем количество оптических точек. Или, другими словами, оптическая точка должна быть в два раза больше, чем точка камеры, которую мы используем для ее детекции. На самом деле, если вы будете использовать, скажем, деконволюцию или какие-то другие подходы для увеличения контрастности, желательно брать в три раза больше точек камеры, чем у вас оптических точек, в принципе, возможно. Это позволит вам точно уже не потерять информацию, которая есть. Если мы возьмем слишком много точек, ну, предположим, смотрите, мы есть на одну оптическую точку, взяли аж целых четыре точки камеры. Даст ли нам это с вами новую информацию? Нет, никакой новой информации мы не получим, потому что вот огибающая, которую мы с вами здесь можем увидеть. И, в принципе, она очень похожа на вот эту первую картинку. Та же самая огибающая, если нарисуем. Но размер файла будет значительно больше. Таким образом, если вы работаете с микроскопом любым, проходящего света, флюисцентным, конфокальным, то размер вот этого центрального диска ИРИ вы можете посчитать. Я расскажу потом, как это можно будет сделать. Предположим, что в данном случае он у нас равен, к примеру, 200 нанометрам. Получается, что вот эти 200 нанометров после увеличения на какой-то объектив, пускай у нас будет, наверное, 10-кратный объектив, мы получаем 2 микрона, должно упасть на 4 отдельных точки нашей камеры, минимальных. То есть, давайте перерисуем эту точку нашу центральную. Вот она большая. И нам нужно ее снять таким образом, чтобы минимально она упала сразу на 4 точки нашей камеры. Мы ее здесь, здесь, здесь и здесь зарегистрируем. Таким образом, мы не потеряем разрешение. Если же вы собираетесь в дальнейшем использовать деконволюцию или какую-то обработку изображения частотную, тогда нужно брать в 3 раза больше точек, потому что в картинке, которую я нарисовал, есть одна неприятная особенность. Если у вас две точки располагаются будут ровно на минимальном расстоянии друг от друга для разрешения, и у вас именно вот так окажутся расположены точки, которые вы снимали, разрешение между ними вы потеряете. Стоит хоть чуть-чуть эту сеточку сдвинуть, она опять появится. Но есть один случай, когда вы эти две точки отдельно зарегистрировать не можете. Поэтому для деконволюции, для каких-то очень высокоразрешающих работ будет браться в 3 раза больше. Теперь каким образом это все посчитать на настоящем микроскопе? Предположим, что у нас есть некий микроскоп, у которого очень хороший объектив стоит, 40-кратный объектив, числовая апертура 1,3. Понятно, что масляная иммерсия только позволит такое сделать. И пускай у нас известна длина волны света, который данный наш препарат испускает. Пускай это будет флуоресценция. Тогда размер этой точки можно очень легко посчитать по вот такой формуле. Здесь у нас длина волны в нанометрах. Здесь у нас числовая апертура, являющаяся безразмерной единицей. В итоге ответ мы тоже получим в нанометрах. То есть для такого объектива, теоретически, вот размер этого центрального пятна, вот этого диска ИРИ, который будет получаться. И он у нас будет где-то 0,25 микрона. Почему микрона? Понятно. У нас было в нанометрах, значит, нам нужно перенести будет тогда запятую. Дальше. Мы можем с вами отградуировать наш микроскоп, то есть померить все поле зрения, сколько микроскоп на самом деле всего видит в реальных единицах размера. Ну и зная это значение, пускай это будет, скажем, 250 на 180 микрометров. Как это померить физически на следующем слайде, через несколько слайдов я расскажу. Мы можем теперь сказать, сколько таких оптических точек у нас может уложиться на все наше поле зрения нашего микроскопа. Каким образом? Просто поделитесь значения. Пускай здесь 250 микрон поле зрения, здесь, скажем, 180 микрон у нас поле зрения. Это означает, что мы теперь можем эти точки наши оптические вот так вот разложить друг на друга. Знаем размер одной точки. Пускай это будет 0,25 микрона. Ну и понятно, что тогда на эту сторону у нас таких точек может быть, ну, скажем так, будем считать ровно, пускай будет 1000 точек. И другой стороне у нас будет примерно где-то 720, наверное, точек. Хотя нет, вот 711 здесь точно посчитано. Что это означает? Это мы посчитали сейчас оптические точки. Сколько вот таких функций рассеяния точек с максимальным разрешением мы можем уложить на наш микроскоп, на нашу камеру. Чтобы не потерять разрешение, нам нужно домножить эти значения как минимум на 2. Это будет означать, что нам нужна камера с разрешением 200 точек камеры по х на, скажем, пускай будет 1500 точек где-то по у. То есть вот на самом деле разрешение камеры, которого будет достаточно, чтобы не потерять разрешение оптическое. Если же вы хотите делать деконволюцию, ну, нужно умножать, это будет, конечно, на 3. Тогда вы получите примерно 3000 точек, здесь примерно 2250 точек. Вот максимальное разрешение камеры, которому для такого объектива вообще может быть нужно. Больше увеличения точек ни к чему новому не приведет. Чтобы не считать это вручную, есть вот такой замечательный калькулятор на сайте SVI. Это фирма, которая производит очень хорошие программы обеспечения леда конволюции. И это позволяет нам, в принципе, введя эти данные, получить, какое разрешение мы должны на нашей камере использовать. Несколько важных замечаний при съемке изображений. Дело в том, что даже если мы будем брать с вами хорошие объективы, то у нас есть два, ну, скажем так, противодействующих момента. Первый случай – это увеличение именно количества крат, во сколько объект увеличивается. Второе – это числовая апертура объектива. И если у нас будет объектив с небольшим увеличением, но большой числовой апертурой, на самом деле есть десятикратные объективы с числовой апертурой 0.4, то размер точки у нас будет очень маленький, и точек этих будет много. И для работы с такими объективами нам может понадобиться камера с большим количеством точек, чтобы ничего не потерять. С другой стороны, представим, что у нас есть стократный объектив, ну, пускай будет некая средняя числовая апертура, можно взять 1.47 максимально возможную, то размер точки за счет увеличения будет очень большой, несмотря на большую числовую апертуру. И тогда окажется, что для такого объектива нам может хватить камера с разрешением 10.24 на 10.24 точек. То есть одного мегапикселя может за глаза и за уши хватить для работы с большим увеличением. И, конечно, нам тогда выгоднее иметь объектив поменьше, например, 63 с числовой апертурой, пускай будет та же самая, например, 1.30. Мы получим тогда такое же разрешение, но поле зрения, которое мы сможем увидеть, будет гораздо больше. Что мы с вами теперь умеем? Мы с вами можем, зная наш объектив и зная поле зрения нашей камеры, посчитать, с каким разрешением камера нам нужно снимать наше изображение, чтобы не потерять разрешение. Но это разрешение геометрическое. Теперь немножечко вернемся к яркостному разрешению нашей камеры. Если у нас камера 8-битная, мы с вами видим все яркости от нуля до, скажем, пускай будет 255. Если у нас камера 6-битная, понятно, у нас уменьшается количество значений, которые мы можем получить до 64 значений. 4-битная до 16, 2-битная до 4. И, как вы видите, для глаза разницы между 8-битным и 6-битным представлением в принципе-то на самом деле и нет. Но для подсчета дальнейшего это может оказать серьезное значение. А вот уже ниже битность замечательно видна потеря качества изображения. Поэтому яркостное разрешение камеры. Тут, к сожалению, такого совета, какой именно нужно дать, сложно. Но как минимум 8-бит вам нужно, если вы хотите просто работать с изображениями. Если вы хотите его считать, то желательно 12-битная, если вам необходимо сохранение яркости изображения. То есть, если вы будете работать, например, с методами FRED, если вы будете работать с, например, радиометрическими красителями, то, конечно, тогда 8-битного разрешения яркости может уже не хватить. Ну и так как мы с вами поговорили о метаданных, о размере точки, так как мы с вами поговорили о яркости, так как мы с вами поговорили, что нам бы хотелось все это сохранить, давайте попробуем сформировать теперь требования к формату файлов, которые мы имеем право использовать с микроскопом, и которые нам лучше всего подходят. И первый подводный камень, который здесь встречается, это так называемые форматы со сжатием изображения. Дело в том, что сжатие картинок бывает двух типов. Без потерь, ну типа архиватора того же самого ZIP, RAR, которым все привыкли пользоваться, и сжатие с потерями. К сожалению, при трансляции, скорее всего, это будет не очень хорошо видно, потому что при трансляции у нас все изображения сожмутся. Но в случае сжатия с потерями происходит действительно изменение самих значений точек. Здесь вот видно, что у периферии есть некий шум. Здесь для цветного изображения видно, что появляются такие квадратики цветные. И понятно, что мы не можем с вами использовать сжатие с потерями для работы уже в дальнейшем с нашим изображением. Что это означает? Это означает, что формат типа JPEG мы использовать не можем. Формат типа PNG мы использовать не можем. Формат типа TIFF, вот здесь уже интереснее ситуация. Формат TIFF очень удобен для работы, но формат TIFF это на самом деле не что иное, как некий такой контейнер, папочка, в которой вы можете положить картинки, как не сжатые, так и сжатые, в том числе и JPEG. Если кто-то когда-то сохранял, например, в фотошопе изображение в формате TIFF, наверняка он вас спрашивал, как сохранять. Со сжатием, и там были сжатия, например, L, Z, W, было сжатие, например, скорее всего, ZIP, и было сжатие, например, как ни странно, JPEG. Таким образом, TIFF, конечно, в этом отношении удобен. Он позволяет сохранить любые форматы, но при сохранении в TIFF нужно избегать сжатия с потерей. Что бы нам еще хотелось в формат файла поместить? Некий метод данных. Мы бы откалибровали изображение, и мы бы хотели вот эту калибровку сохранить. TIFF, опять же, чем удобен, это некая папочка. В нее можно положить, кроме самой картинки, еще некий текстовый файл, ну, а чаще всего, на самом деле, файл в формате XML, который будет описывать наше изображение. Размерности, на каком приборе снято, как с этим работать и так далее. Таким образом, в принципе, TIFF позволяет нам метод данные тоже сохранить разрядность. JPEG, понятно, это только 8-битные картинки, да еще и с сжатием, что совсем плохо. PNG тоже самое. BMP, к сожалению, тоже 8-битные. А TIFF, так как папочка, в нее можно положить файл любой разрядности. В том числе даже 32-битной разрядности, если это необходимо. Плюс, если мы хотим сохранять несколько каналов или последовательности, TIFF, так как, опять же, это такая некая папка с картинкой, может внутри себя содержать несколько изображений. То есть, например, у нас может быть три канала. DAPI, FITS, TREATS. И все это будет в TIFF сохраняться. Нам бы хотелось, чтобы формат, который мы сохранили, можно было открыть на домашнем компьютере. Опять же, TIFF формат открытый, откроется на любом компьютере. На самом деле, наверное, не открою страшные тайны, если скажу, что многие коммерческие форматы, например, тот же формат лейковский, лиф, или тот же самый формат цейса, это TIFF, но немножечко попорченный. То есть, у него добавлены какие-то специальные части, которые его описывают. И, в общем-то, ну, скажем так, удобнее, конечно, использовать формат открытый. Что еще бывает важно? Возможность сохранения сырых данных, необработанных. Да, TIFF это тоже умеет. И то, что больше для работников медицины важно, для нас пока это не очень важно, это возможность наличия под данными цифровой подписи прибора. То есть, прибор, после того, как получил изображение, высчитывает контрольную сумму этой картинки и вместе со своей подписью ставит контрольные цифры в конце этого файла. Это означает, что можно проверить, был ли этот файл модифицирован, внесли в него какие-то изменения вручную. Ну, и для медицины, может быть, еще важно шифрование изображений. Об этом мы разговаривать не будем, потому что у нас, в принципе, задачи более-менее исследовательские. И всем этим требованиям, которые мы с вами описали, на самом деле, очень хорошо отвечает такой формат, который называется OME TIFF. То есть, это TIFF-файл, который, как обычный TIFF, содержит все необходимые заголовки и может точно так же хранить отдельные картинки. Но кроме этого, обязательно хранит, кроме самих изображений, еще вот такой вот интересный файл, который на самом деле мы можем прочесть даже без использования какого-либо специального программного обеспечения. Ну, прежде всего, мы можем прочесть из этого файла, кто снял. Можем прочесть из этого файла размеры точек, которые были, и их последовательность. Мы можем отсюда прочесть параметры съемки, каналы. Вот это и есть те самые метаданные, которые можно теперь использовать. Программа обеспечения, с которой мы будем работать, ФИДЖИ, оно на самом деле умеет читать как закрытые форматы, тот же самый LIV, тот же самый ND, так и вот этот вот открытый формат OME TIFF, и может в нем же еще и сохранять изображение. Таким образом, если вы ваше изображение сняли вот в этом OME TIFF, скажем, откалибровали его, то дальше, открывая его на другом компьютере, все эти метаданные, опять же, будут вам доступны, сохранены, калибровать его заново не придется. Ну и прежде чем перейти дальше к обработке изображения, буквально несколько слов о проблемах, которые могут быть самими камерами. Сейчас используются два типа камер для микроскопа. Это так называемые приборы зарядовой связью, CCD или PZS матрица, и так называемые CMOS матрица, что нужно знать нам. Ну, на самом деле, пока до определенного момента эти матрицы действительно сильно различались. Например, матрицы прибор зарядовой связью позволяли иметь очень высокую квантовую эффективность, то есть из 100 фотонов 90 мы могли такой матрицей специальной, называемой BackSynth, увидеть. Они действительно были бы зарегистрированы. Сейчас, на самом деле, и CMOS матрицы появились специальные, которые могут примерно так же работать. Поэтому, в принципе, наверное, такого серьезного объяснения по этим камерам я теперь делать не буду, за исключением нескольких моментов. А именно того, что на CMOS, что на PZS матрицах, мы можем накапливать сигнал. PZS матрица, одна ее ячейка представляет собой вот такую вот схемку. У вас есть некий конденсатор, на котором вы можете накопить электрический заряд. У вас есть некая, ну, словно говоря, солнечная батарейка, которая этот заряд продуцирует. И понятно, чем дольше времени вы дадите этой батарейке этот заряд продуцировать, тем больше заряда у вас будет на конденсаторе. Это так называемая выдержка камеры. Кроме этого, вы можете считывать в случае матрицы, что PZS, что, соответственно, CMOS, не по одной точке, а сразу по группе точек. Например, вот четыре точки вы считаете как одну, следующие четыре точки вы считаете как одну, следующие четыре точки и так далее. Казалось бы, мы теряем разрешение по XY, но это не всегда является проблемой, потому что мы с вами увеличиваем площадь, с которой мы снимаем изображение. Таким образом, у нас будет уменьшаться шум, увеличивается сигнал. Плюс этого будет увеличиваться чувствительность такой камеры. Если нам нужно снимать, скажем, живые объекты, то мы можем пожертвовать разрешением XY, но получив большую чувствительность, меньше наш объект подвергая, например, возбуждающему свету для работы. И, кроме этого, то, что мы с вами говорили, что если мы работаем с большим увеличением, у нас стократный объектив, пускай даже числовая апертура у него 1.45, очень хорошая, то вполне возможно того размера матрицы, который у нас есть, у нас будет с избытком. И, собственно говоря, снимать для каждой точки нам будет немножко невыгодно. Объединив точки, мы можем, на самом деле, сохранить разрешение, но улучшить соотношение сигнал-шум. Эти камеры идут в нескольких типах и чаще всего сейчас используется так называемая матрица кадр-буфер. Что это означает? Это означает, что такая матрица может накапливать изображение в то время, как предыдущее изображение у вас будет считываться. То есть у них есть как бы две части. Изображение накапливается, потом быстро переносится в ту часть, где происходит считывание, и дальше она построчечно, точка за точкой, здесь считывается. После того, как изображение считалось, следующее изображение у вас уже накоплено, опять может быть перенесено. То есть для такой матрицы не нужна механическая шторка, как на старых фотоаппаратах. Но у этих матриц могут быть некоторые особенности, которые хорошо видны вот на этих картинках. Если у вас какая-то точка на изображении очень яркая, то заряд с этой точки может растекаться. И вы увидите вот такие вот вертикальные или на самом деле еще и горизонтальные полосы, пятна. Это так называемый блуминг, перетекание заряда. Если вдруг такое увидите, это означает, что у вас выдержка на камере слишком высока. Ее нужно уменьшать, чтобы не было растекания заряда вот с этих точек. Есть, конечно, камеры, которые позволяют избежать этого блуминга, перетекания заряда, но тогда вам будет непонятно, есть ли у вас проблема с тем, что вы слишком долго экспонируете ваше изображение. Потому что вы тогда будете в любом случае видеть вот такую картинку, но вот эта точка, она может быть уже переэкспонирована. И, естественно, данные о этой яркости вы просто будете терять. Таким образом, если видите изображение с вашего микроскопа, где какие-то точки дают вот такие вот характерные картинки, нужно уменьшать время экспозиции. Если будем говорить о так называемых КМОП-матрицах, здесь один участок, который накапливает свет, немножечко по-другому выглядит. У каждого участка есть свой усилитель, и это на самом деле элемент, который будет менять свое сопротивление под воздействием света. И организована такая матрица, как электронная табличка в строке, колонки, что позволяет считать любую точку в любой момент времени. То есть мы можем читать не только всю картинку целиком, как на предыдущих матрицах, но мы можем сказать, что мы хотим прочесть, скажем, вот эту, вот эту точку, или какой-то определенный регион интереса. Какой-то определенный участок, только вот это, например, хотим читать, но очень быстро. И это возможно сделать. В современных CCD-матрицах пытаются решить этот вопрос, и там тоже есть опции бенинга, несомненно, но вот регион интереса тоже появляется. Но это заметно медленнее, чем для использования вот таких CMOS-матриц. Недавно появились новые матрицы CMOS, которые называются, вот так странно, Scientific CMOS. Они уже приближаются по своим параметрам к ZS-матрицам, они дешевле, как ни странно, для таких же матриц. Поэтому, в принципе, наверное, в дальнейшем они будут использоваться чаще. Но плюс этого подхода очевиден. Если вам нужно очень быстро получать информацию с маленького участка вашего образца, вы можете задать регион интереса вот такой и сканировать только эти четыре точки, но очень быстро. 400 кадров, например, в секунду можно получить. Если вам свет, который с этих точек происходит, достаточен, можно независимо ее прочитать. Но у этих камер есть один недостаток. Так как мы можем сочетать с вами, с этой камеры любой участок, любой момент времени, то чаще всего с такой камеры сразу считывается несколько строк одновременно. И то, что мы с вами получим, это вот такой интересный эффект. Эта картинка снята на обычную камеру PZS, который экспонирует весь кадр целиком, потом его считывает. А эта картинка снята на камеру, которая будет как раз к MOB. И здесь видно, что считывалась вот эта часть изображения, вот это, вот это, вот это, вот это, и вот это одновременно. Видите, здесь сдвигается картинка. Здесь картинка сдвигается, здесь картинка сдвигается. То есть, это так называемый катящийся затвор, который для научных исследований быстро движущихся объектов, мягко скажем, неприменим. Пример. Точно такая же камера, которая на самом деле может быть установлена на микроскоп. И вот как выглядит картинка с нее. При большой выдержке у нас движется шарик, крашенный в этом направлении, достаточно быстро. И мы видим действительно размытые изображения, то есть, сумму всех мест, где этот шарик был. В случае же, если у нас маленькая скорость экспозиции, то есть, мы, скажем, всего 20 миллисекунд тратим, то то, что мы с вами получим вместо шарика, это вот такая интересная картинка. Шарик, давайте я его здесь нарисую, он был вот такого размера. Почему? Потому что мы считывали вначале эту строку, потом эту, потом эту, потом эту, потом эту. Пока считывали строки, наш объект переместился. Возможно, если два места считывания, вот такая галочка и так далее. Поэтому, если работаете с движущимися объектами и работаете с камерой, которая вот так вот обозначена, СМОС, нужно быть аккуратным. Возможно, странное изображение, которое потом сложно будет отсчитывать. А что можно сделать? Ну, просто увеличить на самом деле выдержку или использовать так называемый глобальный затвор на ней, и вот вы получите этот же шарик уже нормальный. Но работать она будет при этом, конечно же, медленнее. С цветными камерами здесь тоже есть своя особенность. Дело в том, что камера, они на самом деле все черно-белые. И для того, чтобы камера стала цветная, на каждую ячейку камеры наносится соответствующий как бы светофильтр. То есть черно-белая камера, но над каждой точкой у нее есть своего цвета такой небольшой светофильтр. Что это означает? Представьте, что у вас камера имеет 1024 точки на 1024 точки. А теперь вы над разными точками поместили вот такие вот светофильтры. То есть у вас реально в 4 раза упало разрешение. То есть 2 раза по x, 2 раза по y. И камера теперь образует вот эти 4 точки вместе, пересчитывает общую яркость с них и цвет. И есть специальный алгоритм, который дальше восстанавливает для каждой точки вероятную яркость и, опять же, общий для этих 4 точек цвет. Таким образом, на камерах с так называемым фильтром Байера происходит значимая потеря разрешения. Это первая проблема. А вторая, если вы теперь будете на такую камеру снимать флюоресценцию. Например, у вас есть какая-то структура в клетке, окрашенная флуорохромом, который светит красным цветом. Только вот эти точки, каждая четвертая, смогут сигнал от этого вашего объекта увидеть. То есть вы в 4 раза увеличили шум. Вы в 4 раза уменьшили чувствительность. Ну и, собственно говоря, снимать флюоресценцию на цветную камеру, ну, мягко скажем, не очень разумно. Потому что в данном случае у вас и чувствительность, и шум, да еще и в 4 раза на самом деле, в 2 раза по x, в 2 раза по y, уменьшили реальное разрешение вашего изображения. Есть, конечно, камера специальная, которая называется так называемая 3CCD или 3PZS, которые позволяют цвет разбить при помощи дихроичных зеркал на компоненты цветовые. И здесь у вас просто будет стоять 3 отдельных черно-белых камеры, которые будут снимать это все. И дальше в одну картинку все это будет сходиться. Вот такой вариант для работы с флюоресценцией, в принципе, подходит. Но понятно, что стоимость его сильно выше. Конечно же, говоря о камерах, нужно еще упомянуть варианты усиления изображения. Дело в том, что у нас изображение в флюоресценции может быть достаточно тусклым, и нам захочется получить гораздо большее количество, ну, скажем так, яркости нашего изображения. Есть два подхода. Один чисто физический, когда, условно говоря, перед камерой ставится некий прибор ночного видения, который в дальнейшем уже усиленный свет на камеру, на матрицу этой камеры позволяет направить. Второй вариант – это так называемая камера с электронным умножением. ЕМ-CCD камера. У нас вот в ресурсном центре как раз на цельском микроскопе такие стоят, и они позволяют после считывания информации с нашего препарата по яркостям, прежде чем в дальнейшем использовать усиление и, соответственно, получать численное значение, произвести, скажем так, умножение значений, которые получились при помощи специального регистра сдвига. И за счет этого, предположим, с камерой вы получаете очень маленький ток, пускай будет 1 пика ампер. Понятно, что 1 пика ампер зарегистрировать на выходе очень сложно, плюс, если мы будем с вами вот этот усилитель использовать, у него собственный шум, то есть собственное случайное изменение тока могут достигать, например, 10 пика ампер. И таким образом, если у нас есть какой-то наш сигнал, очень-очень слабый. И есть шум самого усилителя очень сильный, то теперь результирующий сигнал на фоне этого мы, к сожалению, не сможем никаким образом разделить, что из этого шум усилителя, что из этого наш сигнал. И, собственно говоря, даже при хорошей чувствительности самой матрицы возникнет проблема, как это зарегистрировать. Что позволяет решить вот эта EMCCD камера? Она умножает вот этот ток в какое-то количество раз, пускай будет в 100 раз. И на выходе на этот усилитель придет уже не 1 пика ампер, а 100 пика ампер. А собственный шум нашего усилителя – это 10 пика ампер. И ситуация критически изменится. У нас теперь собственный шум усилителя где-то здесь внизу небольшой. А наш сигнал, который мы до этого еле-еле видели, стал уже здесь вот хорошо виден. И понятно, что результирующее теперь значение, оно в принципе будет ближе к нашему сигналу. То есть соотношение сигнала с шумом станет здесь гораздо лучше. Мы это изображение сможем очень хорошо увидеть. Немножко подробнее про сигнал шум. Вот картинки, для которого это значение сильно различается. Сигнал шум чуть больше единицы. И согласитесь, структуру здесь практически невозможно увидеть. Сигнал шум 1,2 – то же самое. Сигнал шум 2 – ну уже что-то можно сказать о структуре. Сигнал шум равный 23. И здесь проблемы никакой нет. Красивая картинка конфокальная, с которой можно работать. В связи с этим возникает вопрос, что же это за шум, откуда он берется. О первом шуме, шуме считывания мы с вами поговорили. Это вот этот внутренний усилитель, который стоит внутри самой камеры, который сам по себе имеет какое-то количество, ну скажем так, собственного шума, какое-то количество тока он регистрирует плохо. Мы говорили, для того усилителя, предположим, 10 А, понятно, что это значение взятое из головы. Конечно, в реальности значения немножечко другие. Следующий шум, который возникает, это так называемый ближний или фотонный шум, с которым мы поделать, к сожалению, ничего сильно не можем. Когда мы говорим о том, что одна единственная точка изображения – это вот эта функция рассеяния точки. Если мы ее теперь с вами нарисуем в виде графика, то это график, отражающий интенсивность, а в данном случае количество фотонов, которые у нас были зарегистрированы. Ну, здесь какой-то там х или у. Но предположим, что у нас света очень малый. Мы с вами считаем отдельные фотоны. Конечно, вероятность того, что фотон упадет сюда, она достаточно высока. Но есть вероятность, что наш фотон упадет сюда. Или сюда. Или сюда. И таким образом получится, что сигнал, который должен был исходить вот из этой части, в качестве зарегистрирован здесь, здесь или где-то здесь на границе. И получить точное представление этого сигнала мы можем только при помощи статистики. Если у нас теперь таких фотонов будет падать все больше и больше, то вот этот функция рассеяния точки, этот график, будет все больше и больше подходить на теоретический. То есть это именно ошибка статистики. Это ближний или фотонный шум. Бороться с ним можно только увеличивая статистику, то есть увеличивая, например, мощность возбуждающего света. Увеличивая, например, выдержку. Ну или просто взять препарат, которого сигнала гораздо больше. Еще одна часть, с которой мы теперь уже можем бороться, это так называемый тепловой или темновой ток. Дело в том, что камера видит еще инфракрасный свет. И в связи с этим она будет видеть, ну, условно говоря, то тепло, которое она сама производит. И, естественно, она не сможет различить это тепло от той картинки, которая у нее была спроецирована. Поэтому камеры для микроскопов, они чаще всего охлаждаемые. Либо до нуля градусов, либо на самом деле у нас есть камера, которая охлаждается до минус сорока. Вот как раз на микроскопе Цельсовском стоит. И последняя неприятность, которая нас предостерегает, это нервномерность самих точек камеры. Если у нас есть камера, очень сложно изготовить ее таким образом, чтобы каждая точка имела совершенно одинаковый ток утечки, коэффициент усиления и так далее. Какая-то точка может быть чуть менее эффективна, какая-то чуть более эффективна. И этот шум мы уже можем с вами тоже устранить. Мы можем на самом деле получить несколько контрольных картинок нашей камеры и использовать их как некий образец, где нам нужно значение для каждой точки, до множественной какой-то коэффициент, где поделить, чтобы изображение было абсолютно достоверным. Итак, мы с вами поговорили о том, что прибор, на котором мы получаем с вами изображение, имеет, опять же, некоторые дефекты, во-первых. А во-вторых, у нас сама вся природа света не позволяет нам сказать точно для одного фотона, откуда он у нас прилетел. И нам нужно набирать в случае фотонов статистику хорошую. Ну, а кроме этого, у нас есть некоторое количество шума. С частью из этого шума мы теперь знаем, как бороться. И, в принципе, можем использовать охлаждаемую камеру. Небольшое такое дополнение, что все эти фотодетекторы, как я уже говорил, к инфракрасному свету очень чувствительны. И если вы пользуетесь, например, старым микроскопом, и еще, к тому же, например, используете лампочку накаливания для работы с этим микроскопом, и у вашей камеры нет блокирующего инфракрасный цвет фильтра, то изображение будет сильно размыто. Потому что объектив, конечно, никакой образом не скорректирован на инфракрасное освещение, и у вас будет ваше изображение видимого света, которое вы видите, которое вам кажется в фокусе, плюс изображение, полученное в инфракрасном свете, ну, оно, естественно, будет сильно размыто. И камера будет видеть сразу два этих изображения. Поэтому, если вы будете делать самодельные какие-то камеры, нужно обязательно учесть, чтобы этот инфракрасный фильтр стоял либо в камере, либо где-то в пути освещения микроскопа. Однако это же открывает и дополнительные возможности. Потому что если работаете с живыми клетками, понятно, что к инфракрасному свету они гораздо лучше относятся, фототоксичность сильно ниже. Если вы как раз этот фильтр с вашего микроскопа, например, уберете и будете использовать инфракрасный свет для освещения, вы получите возможность наблюдать за вашими клетками гораздо дольше, прежде чем наступят какие-то фототоксические эффекты. Ну, и теперь мы можем перейти с вами к тому, как правильно снять на нашей камере изображение с микроскопа, чтобы мы могли в дальнейшем его обрабатывать, чтобы мы могли в нашем курсе морфометрии его использовать. И первое, о чем мы говорили, это разрешение. Мы с вами договорились, что количество точек, которые мы с вами снимаем, наш образец, должно быть в два раза. Или, если мы собираемся деконволюцию делать, в три раза больше, чем количество оптических точек, формируемых нашим микроскопом. Вторая проблема. Соотношение сигнал-шум и количество фотонов. То, что я уже говорил, если у нас есть некая функция распределения фотонов в нашей фактической системе, то если у нас всего один фотон упал, мы можем как-то так сказать. Если у нас упало 4, уже так. А если их упало 10, то эта функция уже лучше выглядит. Таким образом, нам нужна статистика, нам нужна хорошая выдержка на нашей камере, чтобы набрать вот эту вот хорошую статистику. Ну и еще один важный момент. Нам нужно, чтобы мы не потеряли данные при съемке. Если у нас будут какие-то значения яркости больше, чем той яркости, которую может снять камера. Предположим, у нас камера 12-битная. Это реальная картинка, снятая с 12-битной камеры. И здесь эта картинка разбита на отдельные каналы. И можем их посмотреть. Черный цвет. Это количество точек каждой яркости. То есть здесь количество или интенсивность. Здесь яркость. И как вы видите, здесь есть некоторое количество точек на данной картинке. Серым логарифмическая шкала того же самого. Которые оказались в самом-самом-самом конце. Самыми яркими. И если у нас точка равна яркости максимальной, мы не знаем. Это действительно максимальная яркость. И максимальная яркость плюс еще сколько-то. То есть в данном случае для очень ярких точек мы на самом деле информацию о их реальной яркости потеряли. Наиболее правильная картинка гистограмма съемки это вот зеленый канал. Смотрите, здесь нет максимального значения 4.096. То есть мы здесь не потеряли нигде максимальные яркости. Плюс мы с вами снимаем без потери статистики. У нас нету точки с значением 0. У нас каждая точка какое-то количество фотонов все-таки набрала. И что в линейной гистограмме? Что в гистограмме, полученной уже в логарифмической шкале? У нас нету потери данных. То есть вот это вот идеальный вариант съемки. Ну если дальше посмотрим на красный канал, опять же вооружився этими знаниями, мы увидим, что в логарифмической шкале здесь вот есть вот этот пик. Вот он прекрасный. Потерян данные в большой яркости. Здесь близко, слишком уже подошли к минимально возможной яркости, но не так страшно. Ну и с этим каналом тоже есть проблема. Каким образом нам добиться вот этой вот идеальной схемки, когда у нас не происходит потери данных из-за того, что у нас изображение слишком яркое и слишком темное? Мы можем пользоваться сразу же несколькими параметрами. Во-первых, мы можем пользоваться с вами выдержкой камеры. И понятно, что чем больше у нас будет выдержка камеры, тем больше мы с вами накопим яркости, тем, соответственно, больше у нас график будет сдвигаться вот в эту сторону. Мы можем с вами менять яркость возбуждающего света. То же самое. Можем менять усиление на камере. Ну и каким образом настраивать тогда камеру под ваш препарат? Зависит от вашего препарата. Предположим, у вас фиксированный препарат, который никуда не двигается, не убежит, в нем не происходит никаких процессов. И предположим, такой идеальный совершенно момент, что препарат абсолютно стой к свету, он не выгорает. Тогда, конечно, лучше всего начать с увеличения яркости возбуждающего света до того момента, пока, ну, скажем так, препарат это может выдержать. Потом, конечно, вы следующим тогда этапом возьмете выдержку. Ну, усиление лучше всего не трогать. Почему? Потому что усиление – это просто домножение значения, которое получено с вашей камеры на некий коэффициент. То есть, если ваша камера, например, имеет шум от 0 до 15, к примеру, значений, а максимальное значение – 4096, то, увеличив усиление вашей камеры в 100 раз, вы в 100 раз увеличите шум. У вас теперь шум будет уже не от 0 до 15, а от 0 до 1500. То есть, вот эту часть графика у вас будет заполнена тогда просто-напросто шумом. Таким образом, усиление – это последнее, что вы будете делать в случае такого фиксированного, неподвижного, неглагорающего препарата. Другой крайний случай. У вас препарат живой, он боится света, да еще и очень быстро двигается. Тогда последователь несколько другая. Конечно, вы опять же смотрите, какую яркость возбуждающего света вы себе еще можете позволить. Но дальше ее увеличивать уже нельзя, потому что объект просто будет фототоксически повреждаться, он будет, в принципе, выцветать. Есть свои сложности. Поэтому яркость света у нас уже, в общем-то, здесь, скажем так, заблокирована. Выдержка. Так как объект у нас быстрый и бегает, опять же, выдержку больше определенного значения поставить не сможете. У вас просто будет уже размазанное изображение. Опять же, мы здесь очень сильно ограничены. И у нас тогда останется только усиление. Понятно, что усиление будет, к сожалению, иметь неприятную последовательность в виде увеличения шума, и мы какую-то часть здесь потеряем. И еще один подход. Можем использовать биннинг. Можем теперь с вами объединить, скажем, по четыре точки вместе, что, конечно, уменьшит нам разрешение по XY, но, как вы помните, сильно улучшится отношение сигнал-шум и чувствительность камеры. Таким образом, для живого объекта можно вот таким образом выйти. Ну, а все промежуточные состояния для, скажем, объектов, быстро двигающихся на стойке к свету, или, наоборот, двигающихся медленно, но быстро выгорающих, можно по такому же алгоритму, в общем-то, использовать. Если вы ограничены в возбуждающем свете, играете выдержкой. Если вы ограничены в выдержке, у вас остается усиление или биннинг. Ну, если и тем, и другим, тогда нужно использовать уже другой просто-напросто микроскоп. Таким образом, теперь вы можете оценить, насколько хорошо вы снимаете изображение на вашей камере. Если во время съемки вы можете включить на вашей камере или после съемки вот такие вот гистограммки изображения, вы можете уже абсолютно, зная и понимая, что вы делаете, добиться того, чтобы у вас не было пика вот в этой области, чтобы вы не потеряли точки, которые жаргонно, можно сказать, пересвечены, что-то не потеряли здесь точки, которые, опять же, жаргонно, скажем, не досвечены. Если что-то равно нулю, непонятно, это действительно ноль или это сильно меньше, чем то, что камера может зарегистрировать. И по идее желательно, чтобы самая значимая информация была как можно ближе к центру вот этого распределения. Не всегда получается, но это желательно. Кроме того, вы теперь знаете, как пользоваться выдержкой, яркостью возбуждающего света, усилением и биннингом. И вы понимаете, что усиление – это, наверное, последнее, к чему нужно прибегать, так же, как и биннинг, если есть возможность выдержкой или яркостью света пользоваться. Ну и то, что касается разрешения, вы теперь знаете, что нужно брать как минимум в два раза больше точек, ну, желательно, в три раза больше точек для того, чтобы изображение у нас не испортилось. Сегодняшнюю лекцию, я думаю, что мы тогда с вами завершим. И я попрошу вас установить у себя программу FIDJA. Она нам понадобится на следующем занятии. Мы будем с вами сразу же делать некоторые измерения. Я пришлю ссылку на тестовое изображение, с которым будем работать. И следующее занятие у нас будет посвящено калибровке изображения. То есть мы теперь с вами размеру каждой точки поставим какие-то значения в микронах, нанометрах, чем угодно. Мы с вами поговорим о ручных измерениях. После у нас калиброванного изображения мы сможем мерить различные объекты. Мы поговорим о соотношении яркости и контрастности, о к ней интересах и псевдоцветах. Поговорим немножечко о том, как работать с цветными изображениями. И начнем работать с сегментацией по яркости и по цвету, которая позволит нам в дальнейшем автоматически производить подсчеты на нашем изображении. Поэтому сегодняшнюю лекцию я тогда завершаю. Если есть вопросы, задавайте. Посмотрите, пожалуйста, закрепленное сообщение с презентацией. Если вас заинтересуют какие-то отдельные тематики, то, соответственно, напишите мне, я сделаю их более-менее подробно. Ну и следующая наша встреча завтра в час, где мы рассмотрим вот эти параметры. Спасибо за внимание.